Во время торжественной церемонии открытия вернисажа, мэр города Александр Рогачук обозначил особое значение этого небольшого островка истории для жителей гостей областного центра. Ни одна тысяча туристов посещает музей ежегодно. За 20-летнюю историю в фондах учреждений собралось более 4000 уникальных предметов. Для такой большой коллекции существующего помещения уже недостаточно. В связи с этим в рамках открытия выставки Александр Рогачук озвучил мысль о том, что у музея должны появиться дополнительные площади. Я вот впервые озвучиваю эту тему, что мы рассматриваем здание Ливаневского, где находится сейчас суд Ленинского московского района, как возможный формат развития нашего городского музея. Мне кажется, что это было бы неплохо. Единственное, повторюсь, если внутренняя планировка предполагает наличие несущих стен, не позволяющих сделать хорошую экспозицию, наверное, тогда будем принимать решение. В числе гостей выставки представители художественной школы имени Олонцева Светлана и Геннадий Вяль. В день рождения музея талантливые авторы пришли не с пустыми руками. Теперь в фондах учреждений будут храниться и их работы. Так как музейный особнячок очень красивый, я, ходя уже 16 лет мимо на работу, каждый раз смотрела. И вот была какая-то мечта вот что-то такое сделать. И поэтому вот в итоге получилась работа, которую, ну, дома ее не повесишь, потому что, вот как мы сказали, что портрет дарится хозяину, ну, а так как хозяин музея города, ну, и портрет города, этого здания музея, ну, вроде как должен быть музей, потому что, ну, грешно не подарить. Выставка «Брестская Библия», что хранят ее страницы, новый совместный проект представителей Музея истории города и Национальной библиотеки Беларуси. Идея долго ожидала часа своего воплощения. На фоксимильных копиях страниц гравюры из печатного издания 16 века, сделавшего Брест знаменитым городом. На протяжении долгих 20 лет мы вынашивали этот план, что все же мы каким-то образом, хотя бы не подлинник на сегодняшний день, но мы вернем в фоксимильные издания наиболее интересных, наиболее ценных гравюр, наиболее интересных листов с виньетками, заставками, которые были использованы при напечатывании этой книги. И они пошли навстречу и отпечатали нам несколько комплектов, за что мы очень-очень благодарны. Поэтому сейчас, я думаю, жители нашего города Бреста и только, и гости, и туристы многочисленные, они могут понять, что на самом деле, какой шедевр был когда-то напечатан 455 лет в то время в нашем городе Бресте. На самом деле, очень ценная, ценная книга. «Первосвященник», «Всемирный потоп», «Стол хлебов» предложения. Каждый из двух десятков гравюр – это новая история, видение смысла человеческого бытия и традиций, их значение в жизни народа. Познакомиться с уникальными произведениями искусства жители и гости областного центра смогут до 30 декабря. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».